Позывной Каскад Первая славянская бригада Каскад, вы местный? Нет, я Сибири Давно воюете в Новороссии? Здесь второй месяц Ну как вообще обстановка? Ну я попал в затишье, скажем так Сейчас остатки перемирия Стреляют очень мало Но все равно обстановка напряженная Да, местами Но где мы сейчас стоим, там более спокойно До этого стояли населенные Белокаменко Это самый передовой рубеж, скажем так То есть без обстрелов не обходилось Каскад, а что привело вас к Донбассу? Я приехал защищать Родину Мы защищаем Родину Донбасс это Родина наша, да? Ну, у каждого, наверное, свое восприятие Родины Я, моя Родина, скажем так Советский Союз А там за бугром стоят люди У которых фашистская символика на рукавах Свастика Поэтому я, как и мой дед И считаю, что я воюю с фашизмом здесь и сейчас Скажите, а без помощи России Вот как вы думаете Донбасс может продержаться против этого натиска? Без помощи России Это повторится просто абхазский Либо приднестровский вариант То есть будет замороженный конфликт Который будет длиться годами Потом он затихнет И будет непризнанная республика Просто очередная Поэтому не надо до этого допускать Я в свое время воевал в Абхазии Сейчас вижу, чем это закончилось То есть республика ни Грузии, ни России не принадлежит Надо заканчивать ДНР, ЛНР То есть с помощью России Я считаю, здесь только Россия сможет навести порядок Причем он также считает и местные жители Которые нам очень рады, россиянам Я приехал сюда еще и убедиться в том Говорят ли мне правду Наше руководство, наше правительство Я убедился Действительно так оно и есть Нам здесь рады То есть наверняка же был какой-то процент населения Что Украину поддерживали? Это в мировой политике всегда так В мировой практике То есть есть определенное количество социума Которое против Здесь это количество населения, скажем так, в меньшинстве Они есть, несомненно, они везде всегда будут В подавляющем большинстве, на мой взгляд Все-таки люди лояльно, очень лояльно настроены На дальнейшую жизнь в составе Российской Федерации И считаю, что только Россия сможет вести порядок здесь Потому что остатки этой системы украинской Они вредят Очень сильная коррупция Ну и много негатива еще А вот каскад Вы в Абхазии же воевали за абхазский народ, получается так? Ну, получается, что так Но тогда я служил в Советской Армии еще То есть она уже стала российской Я воевал в составе российских войск То есть, да, мы защищали И выполняли свои функции определенные В интересах Российской Федерации Получается, вот на той стороне Есть боевики украинских организаций Они как раз-то в Абхазии Хоть в небольшом количестве Но засветились на стороне грузинских формирований Я вам скажу, это были единицы Единицы Поэтому говорить о боевом опыте вообще На той стороне украинских войск, националистов Я думаю, даже не стоит Опыт минимален, в отличие от российского Мы после развала Советского Союза Воюем все вот эти 20 с лишним лет Ну, наверное, противника не стоит недооценить Потому что они тоже учатся, да? Чему-то У них инструкторы сейчас американцев подготовят Да, это все есть Но опыт, боевой опыт Можно получить только на войне Его ни с чем не сравнить А у России огромный боевой опыт То есть населения у нас в три раза больше, да? И количество людей, которые хотя бы месяц провели условия боевых действий А это уже, скажем так, существенный опыт Их очень много Поэтому не стоит с нами связываться Каскад, а вот такой вопрос А по времени, как ты думаешь? Насколько долго вот это Катаваси? Трудно спрогнозировать Несколько вариантов есть Если Приднестровско-Абхазский вариант То, я говорю, это на долгие годы Если наше правительство все-таки к чему-то придет Мы введем войска и так далее Это все закончится гораздо раньше Но будет очень тяжело Потому что Запад будет на нас давить Да он и так давит Он давит, да Но есть еще рычаги Ну и надеюсь, до открытого вооруженного конфликта Это не дойдет Да, ну хочется пожелать успехов Спасибо Всем добра и мира Субтитры сделал DimaTorzok